Девушки отдыхают Промо-коду, который вы найдете в описании. Там же ссылка на сайт. И тут он подпрыгивает. И после чего на одной гусли еще немножечко прыгает и останавливается. Бедный КВ-5, наверное, думал, что его наконец-таки апнули хорошо и он будет нагибать. Но не тут-то было. КВ-5 просто не выдержал всего этого стресса. И в итоге подпрыгнул от противника подальше. Ну посмотрите, он даже не стрелял, вертел башней. И потом вот такой вот прыжок совершил. Между прочим, это 100-тонный танк. Было еще бы смешнее, если бы КВ-5 упал прямо на крышу, типа, 59-му. Тем самым бы ему отомстил за все страдания. Но в любом случае крайне редкий баг, который происходит довольно-таки нечасто у нас в игре. И вот выглядит он просто шикарно, как помню. Ну вот и наступил 2016 год. И многие, похоже, очень хорошо его отпраздновали. Например, вот этот вот КВ-5, который не может нормально ехать и падает в воду в начале боя. Ну и, конечно, уже оттуда он не вылезет. Но это еще не все товарищи, которые хорошо отпраздновали Новый год. Вот, например, этот суперпершинг просто повисает тут на краю и начинает понемножечку падать. А позади еще и три-четверка ныряет в воду. Ну что сказать, ребята просто замечательно отпраздновали Новый год. И, походу, их игровая сессия на этом бою закончилась. Ну, я надеюсь на это. Т-44 сбили гуслю в момент, когда он падал с обрыва. И в итоге он повисает вот в таком вот положении. Но когда у него гусля подчинилась, он падает, как созревшая груша с дерева. В данном случае с обрыва. Следующий момент произошел на карте Оверлорд. ИС-3 этот получает оплевухи. И тут выезжает Е-50, который вторанивается всей своей массой и уничтожает ИС-3. Получался просто великолепный таран. ИС-3 от такого аж отнесло немножечко в сторону. Оно приподняло одну гуслю. ИС-7 единственный, кто остался на фланге. Противники толпой пытаются его забрать. Но Семерка не растерялась. Она падает вниз. И противники, некоторые по крайней мере, начинают падать за Семеркой. И совершают, конечно же, ошибку. Потому как Семерка только этого не ждала. Она, понятное дело, и так уже тут труп. Но в любом случае, нескольких врагов удастся уничтожить. Забирает наш герой Т-67. Еще один игрок, который во взводе играет с высокоуровневой техникой. И тем самым подводит свою команду. Ну и далее Семерка начинает разбирать Т-62 и Т-49. Противники толком ничего сделать не могут. И только Т-49 пробивает. Ну не пробивает, а просто фугасом наносит урон Семерке. Но в любом случае, Семерка их разбирает. И тем самым ее хитроумный план сработал. Так он и расправился с противниками. Ну и в любом случае, победа в этом бою уже гарантирована. К тому же ИС-7 не только развел противников, но еще и остался жив. В общем, самый, наверное, хитрый ИС-7, которого я видел за все бои. Ну и за все реплайи, которые мне присылали. Дальше я хотел бы показать вам разные, разнообразные, смешные и эпичные моменты. Например, вот просто великолепный выстрел Т-49 с вертухана. Потом еще одна вертуха Т-49. Противник светится вдалеке. Это арта, это немаловажно. И он снова выстрел, и ее уничтожает в движении на огромной скорости. Арта даже надеялась тут уехать. Но не тут-то было. Вертуха от японского тяжелого танка О-Ни. Превосходно он попадает по Т-67. Далее Шерман стреляет в КВ-1 и происходит рикошет. Снаряд отлетел противника, который стоял где-то там позади. В следующем моменте КВ-85 вместе с союзниками едет в атаку. И тут вдалеке засвечивается противник. Он стреляет. В итоге от башни нашего КВ-85 происходит рикошет. И снаряд отлетел в союзника, который стоял рядом. Ну, конечно, это советский танк. И рикошеты это совершенно обыденное для него дело. А вот британцу досталось. И наверняка он был этому недоволен. Но зато красиво получилось, что тут говорить. Вот так вот у нас рандом распоряжается. Кому плюха в этот момент прилетит. А на этот раз французу наоборот повезло. И рандом повернулся к нему передом, а не одним другим местом. Противник сзади стреляет в FCM. И происходит рикошет. И снаряд отлетает во врага тапка. Альфа-тапка, который стоит поблизости. Вот вы можете видеть, как это все произошло. В замедленной съемке, так сказать. FCM везучий парень. Снаряд отрикошетил прямо от его борта. И попал в противника, который был уже шот. А вот игрок на Т-55А не пожалел свой танк. И отседлал тут японца 59 патом. ИСУ-152 засвечивается. Но решает все-таки выстрелить по ЛТ-шке. За ее наглость. Та даже, в общем-то, не уезжает. Не прячется. ИСУ-шку это еще больше злит. Она стреляет по Т-54 облегченному. И в итоге происходит рикошет. Снаряд отлетает совершенно другого противника. В объекта 140. Который больше всего там ныкался за горой. В итоге ИСУ-шка не только нанесла урон. Но еще и продамажила более опасный танк. 10 уровня. Игрок на ИС-6 прижался к углу горы. И пытается выехать. Но тут неожиданно происходит необычный баг. Нашего героя откидывает немножечко в сторону. И разворачивает. Чему он, конечно, был очень сильно удивлен. Так как с ним такое раньше не происходило. В следующем моменте игрок на Центрионе пытается забрать шотного противника Т-54. И у него получается это сделать. Правда, не в того, в кого он целился. И следом он забирает и ту 54-ку, которую он первоначально хотел уничтожить. Получился очень такой интересный рикошет. И наш герой хоть и проиграл в этом бою, но зато красиво забрал двух врагов. А вот довольно комично. Е-25 таранит Т-34-85. В итоге приподнимает его на одну густую. И потом на нем же и остается. И оба они в таком вот положении замирают. В следующем моменте игрок на Гранте решает поехать в атаку. И тут он застревает на одной гусле. Старый баг на самом деле. Но до сих пор он довольно часто происходит с подобными машинами. И приходится им из-за этого страдать. Ну и на этом все, друзья. Спасибо за просмотр. Присылайте свои реплеи по ссылочке в описании. Желаю вам всего самого наилучшего. С Новым Годом вас. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok